В эфире программа «Второе дыхание». Здравствуйте! Сегодня мы расскажем вам о том, как стать сильными и выносливыми, полюбить лыжи, бороться и побеждать. И не только об этом. В Рязани состоялся очередной турнир по самбо в памяти Анатолия Аркадьевича Харлампеева. Внушительная делегация участников, а это более 150 спортсменов, не случайно данный турнир является отборочным для чемпионата России. Чемпионат и первенство Центрального совета физкультурно-спортивного общества профсоюзов России по самбо – это ежегодный двухдневный и традиционный турнир класса А. Проводятся они в Рязани регулярно. В первый день бороться на ковры вышли юниоры. На следующий день в дело вступили мужчины. Это ежегодные традиционные соревнования. Они проходят каждый год и проходят они в Рязани. Это уже стало большой традицией. Значит, достаточно больших участников. Сейчас будет больше 150 участников, где-то 75 юниоров и такое же примерно количество у мужчин. Поэтому, ну это серьезные соревнования. Они будут достойно представлены затем на чемпионате на первенство России. Еще ни разу не было, чтобы Рязань не оставалась первым местом, чтобы не отобраться здесь на чемпионат России, на первенство России. Поэтому это закономерно, это обязательно будет. И действительно, многие спортивные эксперты признают, что Рязанская школа самбо – одна из сильнейших по всей России. Рязанская самбо, безусловно, занимает одни из первых позиций по России. У нас есть и победители первенства мира, и чемпионы чемпионатов мира. Чемпионат – это по мужчинам, первенства, юноши, молодежи. Перспективные борцы, да, безусловно, есть, так же, как и тренера. У нас есть несколько школ, и все они на хорошем счету по всей России. История становления и развития борьбы самбо в Рязани напрямую связана с именем Анатолия Харлампиева. Он неоднократно приезжал в наш город, устраивал соревнования, проводил встречи. Более 50 лет назад, в далеком 1963 году, его ученик Виктор Модестов после института приехал в областной центр, где начал преподавать тогда этот новый вид спортивной борьбы. С тех пор в нашем регионе сложились крепкие победные традиции в этом виде единоборств. Анатолий Харлампиев не раз приезжал в Рязань, проводил весь семинары, проводил весь всесоюзные соревнования, то есть помогал развивать борьбу самбо. И, конечно, то, что мы сделали именно по направлению, что ли, Анатолий Харлампиева, действительно сделано очень много. Достаточно сказать, что за последние 15 лет в Рязани 65 раз наши рязанские ассамблисты были победителями и призерами чемпионатов и первенств Европы или мира. Это очень большие спортивные результаты, и мы все тренеры гордимся именно этим, то, что у нас очень хорошие спортивные результаты. Сейчас самбо в Рязани – это по-настоящему массовый вид спорта. В городских секциях регулярно тренируются около 3000 самбистов. Тренеры признаются, что никаких проблем с набором ребят они не испытывают. Самбо у нас сегодняшний день именно является массовым. Ходит очень много народу, очень многие ребятки приходят в залы. Даже уже мы можем говорить о том, чтобы отсеивать каких-то ребят по физическим данным, по настрою на дальнейшие профессиональные тренировки. У нас сегодня проблем с набором нет совершенно. Занимается, приходит очень много народу. Так что массовость у нас однозначно есть, но сегодня мы смотрим, что и мастерство как бы у нас присутствует. Поэтому, если мы опять же говорим о перспективе борьбы самбо, она у нас от массовости к мастерству приходит. С такой поддержкой рязанские самбисты не перестают радовать своих болельщиков высокими спортивными достижениями. На нынешнем турнире местные воспитанники завоевали среди юниоров три золотые медали. Это Владимир Козлов в весовой категории до 57 килограммов, Иван Степанов в категории до 68 килограммов и Владислав Аганезов в категории до 74 килограммов. Среди мужчин победителями стали Павел Костиков в весовой категории до 57 килограммов и Сергей Борискин в категории свыше 100 килограммов. В активе рязанских самбистов по итогам всероссийского турнира по самбо памяти Анатолия Харлампева в общей сложности 20 медалей различного достоинства, из которых 5 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых. Примерно каждый третий посетитель спортзала применяет гирю в своей программе тренировок, причем от общего количества упражнений тренинг с гирями занимает около 15%. Это совсем не дурственно, учитывая, насколько богато оснащены нынешние тренажерные клубы. Если еще не знаете, то имейте в виду, что гиревые занятия содействуют формированию активных играющих под кожей мышц. В отличие от статичной мышечной брони бодибилдеров, гиревики имеют четко очерченные рельефные подвижные мускулы. Давайте полюбуемся, а заодно и поболеем. 137-й полк КВДВ и сегодня мы присутствуем на чемпионате военно-воздушных сил по гиревому спорту. Чемпионат проводится в 8 весовых категориях, 12 команд, по числу частей военно-десантных войск, всего более 90 участников. Суть соревнований заключается в том, чтобы вот эти гири, которые весят от 16 до 32 килограммов, поднять максимальное количество раз за определенный промежуток времени. Программа включает толчки гири одной и двумя руками, с перерывом и без перерыва. Что далеко не так просто, как может показаться на первый взгляд, полными руками и без подготовки гири не победишь. Кстати, в отличие от классической тяжелой атлетики, гиревой спорт относится к циклическим видам спорта. Поднятие гирь развивает не только силу, но еще и выносливость. Выносливости и силе участников чемпионата сомневаться не приходится. Недаром все они десантники. Чемпионат регулярный, были трудности, несколько лет не проводился, но вот третий год подряд проводится. У нас присутствует на чемпионате три чемпиона вооруженных сил прошлого года и в их числе один чемпион мира. Герой тут же найден и тщательно допрошен. Занимаюсь гириным спортом уже 10 лет. А что такое обещание? Ну, я сам деревенский, ну, как сказать, с поселка, с Улан-Удэ, рядом с Улан-Удэ, из поселка Нахой. У нас там традиции хорошие. Тренер, заслуженный мастер спорта, девятикратный чемпион мира. И вот как бы больше и заниматься-то сильно нечем было. Легкоатлетика, футбол. Ну, как-то пришел в спортзал, железо привлекло и начал заниматься гириным спортом. Сегодня же выступал? Да, выступал. А как? Ну, неплохо. 91 подъем за 7 минут. То есть через две недели чемпионат вооруженных сил на полную не стал выкладываться. Поработал так на уровне. Чувство морального удовлетворения получили? Получил. Получил. Отлично. Вот такие они современные богатырием. Скромные и целеустремленные. А вот что касается гирь, то если верить истории, появились они довольно неожиданным образом. Русские пушкари заряжали ядром с огромным трудом. Кто-то предложил приделать ручку к ядру и проводить тренировки. После этого результаты пушкарей заметно выросли. Скорость стрельбы возросла. Но в ходе прошедших соревнований лучшие результаты показала команда Лизанского высшего воздушно-десантного командного училища, занявшее первое место. На втором месте 11-я отдельная десантно-штурмовая бригада города Улан-Удэ. На третьем 106-я воздушно-десантная дивизия Тулы. Уже не за горами середина февраля, а значит город Смоленска, чемпионат вооруженных сил и новые победы. Если подумать, то мы, россияне, очень счастливые люди. Хотя бы потому, что все времена года у нас ярко выражены. Если летом, значит лето. А уж если зима, так настоящее русское. В этом году пара недель порадовала так порадовала и даже чуточку напугала. А вот любители покататься на лыжах, а тем более профессионалы, ничуть не испугались морозов, погоняли на славу и с удовольствием. 2 февраля состоялся одно из самых массовых спортивных мероприятий страны – «Лыжня России», которая проводится из года в год и каждый раз набирает огромное количество участников. Ровно в 12 губернатор Олег Ковалев дал старт соревнованиям, отправив лыжников на дистанцию. Стартовали все вместе. И те, кто бежал десятку, и те, кто приехал просто прокатиться для души. Эта сегодняшняя российская лыжня посвящена Олимпийским играм. Все в преддверии, все в ожидании. Наши волонтеры, уже группа туда уехала, еще группа уедет. Поэтому хочу, чтобы сегодня все просто получили заряд бодрости. И не важно, кто займет первое место, а кто просто пробежится по луке. Ну а первый победитель стал известен уже через 12 минут 37 секунд после старта. Именно столько времени потребовалось представителю детско-юношеской спортивной школы МО «Рязанский район» Антону Алипкину, чтобы преодолеть 5-километровую дистанцию. У девушек пятерку быстрее всех пробежала Татьяна Иванова из Тумы. По итогам 10-километрового забега весь пьедестал заняли рязанцы. Золото у Сергея Чванова, серебро у Андрея Звукова, бронза у Дмитрия Мысева. Среди женщин лучшей стала Анна Поваляева из Кемерово. Самыми юными участниками «Лыжни России» 2014 встали Вероника Владыкина, 2011 года рождения, и Павел Казнин, 2010. Самыми опытными Александр Иврюкова, 1935 года рождения, и Рязанка Людмила Амелькина, 1936. И еще одна лыжня, хоть она была и меньшей по масштабу, по накалу страстей точно не уступала. На лыжи встали рязанские полицейские. На прошлых выходных началась спартакиада регионального физкультурно-спортивного общества «Динамо». Лыжная эстафета традиционно открывает спартакиаду по служебно-прикладным видам спорта. Спортсмены бежали 4 этапа по 3 километра на трассе возле Скорбящинского мемориала. Соревнования проходили в острой борьбе, ведь на старт лыжной эстафеты в составе 7 команд вышли несколько мастеров и кандидатов в мастера спорта по лыжным гонкам. По лыжным гонкам спорщикиады Рязанской областной организации «Динамо» заняла команда УМВД России по городу Рязани. Лучше! Второе место заняла команда Рязанского филиала Московского университета МВД России. В итоге золото завоевала команда Академии права и управления ВСИН России. Серебро получили спортсмены Рязанского филиала Московского университета МВД России, а бронза у команды МВД России по городу Рязани. Ну вот и дождались мы на конец зимней Олимпиады 2014. Болеем, переживаем и гордимся. А заодно давайте заглянем на выставку, посвященную этому величественному событию, который сейчас проходит в Музее истории молодежного движения. Кстати, как оказалось, здесь можно не только ознакомиться со спортивными достижениями рязанцев и историей рязанского спорта, но и встретить немало интересных людей и даже олимпийцев. Виктор Михайлович, вот вы участник предстоящих Олимпийских игр. Просто каковы их впечатления, эмоции, ощущения, предвкушения? Конечно, впечатление того, что попал в обойну, как говорится, представитель судейского корпуса, это уже здорово. Еду, работаю туда в первую очередь, но и хотелось бы посмотреть другие виды спорта. Участие в Олимпиаде – это огромная ответственность. Вот быть судьей – это ответственность вдвойне, можно сказать. Как вот быть объективным и в то же время болеть за своих? Судьи клятву своеобразную будут давать перед играми. И тот судейский корпус, который мы представили, они тоже должны объективно, честно, но честно это однозначно, объективно, строго и пунктуально отработать на всех играх буквально. Ответственность очень-очень большая. А при том, судей, цена любой ошибки, она на карту поставлена многомиллионная аудитория, и моменты такие политические могут быть просто-напросто. Бывает и такое, что даже предвзяться никакой, никакой предвзяться не может быть речи. Ну, всего каких-то обстоятельств. Хотя сейчас и техника, и мониторы, и телевидение, и разные камеры, количества камер будет достаточно для того, чтобы оценить. Но и на чемпионатах мира засчитывали шайбы. После просмотров те, которые были или не были, все это может быть. Но хотелось бы, чтобы с нашей сборной это не случилось, чтобы было на хорошем уровне. Болеть больше всего за хоккей будете, наверное? Я за все виды буду болеть, откровенно говоря. Но в первую очередь, конечно, чтобы наши выиграли. Потому что это тоже, если уж Путин играет сам в хоккей, то думаю, что и остальные годы скоро. И на этом пока все. Увидимся. И пусть в любых сложных ситуациях у вас всегда открывается второе дыхание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА